Утренник Ивсафонтова и поднимайте, друзья, отрывайте свои головы от подушек. И подушку я взял не просто так. Их, кстати, можно оторвать свою голову, взять подушку с собой и делать зарядку вместе с подушкой. Вот каким образом? Сейчас узнаем. В гостях у нас Галина Байкалова, инструктор групповых программ. Доброе утро. Доброе утро. Ещё с каким-то предметом, на котором спать не очень удобно, но с которым делать удобно зарядку. Надержи подушку. Галина сказала, что можно с подушкой делать. Доброе утро. Какой добрый, Саша, просто по лицу. Рассказывайте, как можно использовать некие предметы дома для оздоровления себя. Доброе утро. Данное оборудование называется фитбол. Оно лёгкое в использовании и многогранно. То есть я его могу использовать хоть где, при любых упражнениях, при любом подходе. Если не находится дома у вас фитбола, можно обычно взять подушку точно такого же объёма, либо, конечно же, побольше здесь размера не имеет значения. И точно так же выполнять упражнения. Ну, а давайте покажем, как это делается. Давайте, да, приступим. А я буду как человек... У нас как раз элемент, где, например, нет фитбола, да, в домашних условиях у нас есть подушка. А если вообще ничего нет, вообще ничего нет, но если хорошо радует воображение, то можно просто представить, да? Конечно. Хорошо, прошу, немного вперёд, будете нами руководить. Хорошо, фитбол перед собой. Ноги чуть шире плеч, носки направлены вперёд. Начинаем с обычных приседов. Таз отводим назад, опускаемся вниз и поднимаемся наверх. Разминочное упражнение делаем медленно, опускаемся вниз, два счёта и наверх два счёта. Точно так же вниз. Хорошо, добавляем движение рук наверх. Поднимаем внизу, вверх, вниз. Также опускаемся вниз, поднимаем руки, опускаемся, поднимаем. Вниз. Выдох, вверх. Точно так же. Хорошо, внимание, добавляем движение на носки. Опускаемся вниз, добавляем движение голеностопа, напрягаем кроножные мышцы. Выдох, наверх. Два раза. Хорошо. И последнее усложнение упражнения. Мы делаем прыжок наверх. Поехали. Вниз. И прыжок. Выдох. Еще. Вниз. И выдох. Два раза. Вверх. Последний. Вниз. Отлично. Ноги вместе. Шаг правой ногой назад. Выпад вниз. Опускаемся вниз и поднимаемся наверх. Точно так же медленно опускаемся вниз и наверх. Последний раз. Усложняем движение с крестным движением рук. Опускаем мяч в сторону. Подушку. Либо просто движение рук в сторону. Скрест на выдох. Вдох. Напрягайте мышцы живота. Отлично. Точно так же меняем положение ног. Обычные выпады сзади. Нога на носок. Вверх. Еще раз. Вниз. И наверх. Два раза. Вниз. И вверх. Последний раз. Отлично. Оставляем левую ногу сзади. Обычный выпад вниз. Фиксация. Колено наверх. Точно так же. Вниз. Вверх. Колено. Еще. Вниз. Колено. Два раза. Добавляем движение руки наверх. Еще. Вниз. И наверх. Вниз. Есть. Два раза. Отлично. Молодцы. Как вы справляетесь? Отлично. Супер. Есть. Правая нога. На носок. Поехали. Вниз. Колено вверх. Вниз. Колено вверх. Точно так же. Вдох. Выдох. Отлично. Последний раз. Наверху. Стоп. Отлично. Ноги широко. Руки вниз. Выпад на правую ногу. Вниз. Согнули колено. Перекат через низ. Поехали. Вниз. Перекат. Смена рук. Смена. Правая на колено. Левая на колено. Точно так же. Вниз. Вниз. Последние два раза. Один. Хорошо. Левая нога. Стоп. Поворот лицом в сторону. Работает нога. К себе. И от себя. Так. Два раза. К себе. От себя. Отлично. Да. Давайте. К себе. От себя. Я вчера на даче дом красил. День в день. У меня такая зарядка была хорошая. Отлично. Поворот. Другая нога. Точно так же. Поехали. Нога к себе. И от себя. Вперед. И назад. Два раза. Один. Вниз. Стоп. Отлично. Собираем ноги вместе. Мяч в руках. Восстанавливаем эти движения. Вдох. Наверх. И выдох. Вниз. Точно так же. Вдох. И выдох. Два раза. Ноги широко. Наклон в правую сторону. Снова вверх. Вдох. И наклон влево. Есть. Руки перед собой. Наклон вперед. Подъем наверх. Отлично. Ноги вместе опускаем. Руки вниз. Всем спасибо. Молодцы. Немножко умотально. Спасибо вам, конечно. Я надеюсь, все приняли на вооружение. В принципе, можно различные предметы использовать для поддержания своего здоровья. Я не знаю, каким образом еще можно. Вот я так понимаю, что я вот, допустим, иногда практикую. От стула можно вот так вот отжиматься. Да, работает. Ну, конечно. Можно использовать хоть что. Можно использовать даже ту же самую швабру. Можно брать и швабры работать снозначно так же, как и мячом. Поднимать наверх, опускать вниз. Работать с разными выпадами, с крестными. Вперед-назад, в стороны. Главное, ничего не снести. Да. Можно большое пространство. Обязательно посмотрите вверх, вниз, вправо, влево. Перед тем, как начать упражнение, конечно. Ваши советы по здоровому началу дня в плане завтрака. Что рекомендуете, так, чтобы зарядка сделали после этого завтрак? И вот в ваш рацион что входит? Я очень люблю с утра есть овсяную кашу. И вот сейчас лето, очень вкусно есть ее с фруктами. То есть я люблю добавлять какие-нибудь перстики, либо нектарины. Ну, в общем, я поддерживаю тоже овсяную кашу и кашу употребляю. Ну, то есть у вас нет какого-то прямо правильного такого выверенного режима питания, чтобы можно было сказать, что вот это он приведет к набору веса или к снижению, наоборот. Вы просто, ну, там, каша, это здоровый образ жизни и все на этом, да? Проростки какие-то, может быть, еще. То есть, да, есть такое, что есть отдельное питание для набора веса, отдельное питание для снижения веса. Но сейчас я в этом не нуждаюсь, поэтому я себя ни в чем не ущемляю. Я питаюсь, как я хочу. Счастье для некоторых, мне кажется. Все, спасибо большое. Галина Байкала была у нас в гостях, инструктор групповых программ фитнес-клуба Level Up. Спасибо вам. Спасибо.